До конца сентября никто не чесался из правительства. В конце сентября поехала делегация и слова Спыну, которые он говорит постоянно, что мы поставили три условия, что мы, так сказать, первое, мы хотим газ дешевле, чем нам предлагают, в два раза. Первое, мы не будем обсуждать никаких политических условий, как будто их собирались с ним обсуждать. И третье, мы не признаем долгов. И вот они настояли на аудит. Ну хорошо, Газпром пошел и на это. Формулу принял, которую предложили. Мы, доминатор Спыну, эти 70-30, 30 на 70. Аудит приняли, аудит записали в протокол, что к 1 мая должно быть все готово и переговоры о возмещении исторического долга. Три месяца правительство палец, а палец не ударило по организации аудита. Не подготовило документы, сертификацию, так сказать, не обсудило ничего с Газпромом, хотя по закону об акционерных обществах без акционеров нельзя решать вопрос организации аудита. Но затянули до конца, где-то в январе вдруг решили объявить тендер, то есть три месяца спали. Тут Газпром высказал свои претензии, что они даже не знакомы с требованиями, со спецификацией начался. И тут начались военные действия на Украине. И теперь все списывают на войну в Украине. Вот она виновата и так далее. Теперь Газпром опять отнесся к этому достаточно лояльно, в том плане, что он не выключил газ 1 мая, хотя имел все юридические основания. Мы не выполнили условия соглашения.